Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Программу о нас, о людях с нашими переживаниями, сложностями в отношениях, какими-то вопросами, которые встают перед нами, про, может быть, рост личности. И вообще, все, что происходит в нашей душе интересного, мы обсуждаем здесь в студии с врачом-психотерапевтом Алексеем Зотовым. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Я, наверное, забыла представиться. Меня зовут Елена Бубновна. А может быть, вы продолжите, Елена, в качестве затравки? Я заслушался. Про рост личности. Что вы имели в виду? Почему? Потому что часто эта формулировка встречается, и в кабинете психотерапевта часто она встречается. Ну, хочу вырасти как личность, провзрослость, что-то такое, может быть. Вот. Меня заинтересовало. С одной стороны, и потому что вы это употребили выражение. С другой стороны, я его часто слышу, и порой мне хочется разобраться, что имеется в виду. То есть, вы такой человек, пришедший в кабинет и говорящий о росте личности. Что вы имеете в виду? Да, я себя сейчас поймала на мысли, что именно вот эта формулировка рост личности, до какого возраста она становится актуальной. То есть, ну, думают ли о росте личности люди в 40-50 лет, или это только 18-летние, 20-летние, 30-летние думают именно такими категориями. Ну, скажу откровенно, я подумала про своего сына, которому сейчас 18, он в другом городе учится, и мы с ним обсуждаем рост личности, где он рассказывает про какие-то свои навыки, которые он там оттачивает, в том числе навыки коммуникации, про какие-то сложности, бывают конфликтные ситуации или очень трудные какие-то коммуникации. И он сам для себя отвечает на вопрос как-то вот про рост личности, он говорит, да, я чувствую, что я расту. То есть, он осваивает какие-то новые компетенции именно в отношениях с людьми, не профессиональные, а именно вот то, как мы взаимодействуем. Я, может быть, немного позанудствую и попридираюсь, иногда я слышу такие, значит, как это, характеристики по поводу вопросов. Но хочется разобраться, значит ли это, что каждый раз, когда я увеличиваю количество своих умений, ну вот то, что вы сказали, да, я расту как личность. То есть, или по-другому, да, для того, чтобы расти как личность. Ну, например, я умею заваривать чай, если я научусь заваривать кофе, я расту как личность или нет? Я не знаю, если я научусь готовить шашлык, если я научусь говорить на иностранном языке. Я намеренно сейчас все в кучу сваливаю, но, может быть, у вас есть какой-то рецепт или какое-то предположение, как это зерна от плевел отсоединить? Наверное, воспользуюсь подсказкой, ну, в данном случае не зала, а книги, которые я сейчас читаю, о том, чем важен возраст от 20 до 30 лет. И там приводится изыскание физиологов, нейропсихологов и прочих специалистов с приставкой нейро. И они как раз говорят, что от 20 до 30 лет – это второй период жизни человека, где формируется очень много новых нейронных связей. Вот первый скачок – это когда человек рождается до трех лет, и их очень много, там, миллиарды. Но они под другие задачи, как раз чтобы научиться двигаться, заваривать чай. Пусть даже жарить шашлык, ну, потому что это связано именно с действием, с каким-то владением собственным телом. А от 20 до 30 лет тут формируется как раз очень много нейронных связей в лобной части головного мозга. Потому что эта часть отвечает у нас за выбор, за ответственность, за коммуникацию, за развитие наших эмоций каких-то. Поэтому, наверное, заваривание чая и жарение шашлыка можно назвать ростом личности, но на определенном этапе. Ну, если ребенок научается в три года выключать чайник, когда ему родители говорят, иди выключи чайник, ну, наверное, это уже какой-то рост личности, потому что он понимает, что плита – это опасно, то есть надо вести себя аккуратно, и дети очень внимательные, как правило, вот к таким поручениям именно в своем возрасте. Елена, я рад, что вы подхватили эту непростую роль аргументации какой-то. Я ее еще немножко поэксплуатирую, пока вы… Хорошо. Я хочу продолжить размышления вслед за тем, что вы сказали по поводу увеличения количества нейронных связей. Значит ли это, что рост личности заканчивается тогда или прекращается, или сильно уменьшается, когда перестают эти новые нейронные связи образовываться? Учитывая то, что мы с вами, говоря о нейронных связях, мы говорим гипотетически, ну, то есть мы не можем раскрыть в текущий момент головной мозг ни ваш, ни мой, пока, по крайней мере, да? Жаль. Ну, или чтобы мы сидели в двух ультрасовременных магнитно-резонансных томографах или еще каких-то, да, и они могли бы каждое вновь образовавшееся нейронное… Ну да, высвечиваются участки мозга, которые сейчас активны. Да, вот здесь, не просто активны, а вот здесь вот, что значит нейронные связи? Это значит, одна нервная клетка, ну, насколько я понимаю, может быть, человек не сильно далекий от нейрофизиологии, но все-таки с медицинским образованием, представляющий, как организован мозг. Нейронная связь – это где одна клеточка нервная вытянула свою… Ножку. Ну, скажем так, ножку в сторону другой, да, или каким… И потом эта связь, чтобы у прочства должна покрыться оболочкой, чтобы она стала устойчивой. Ну, это… мы сейчас совсем с вами залезем в дебри, но я вернусь. Значит ли это, что мы ограничены временем образования вот этих дружелюбных соединений между нейронами, значит ли это, что рост личности где-нибудь, я не знаю, с 30 или 40 лет прекращается, потому что, ну, количество нейронов, количество связей, оно не может бесконечно увеличиваться, оно, ну, потихоньку деградирует. Мы все это знаем. Так уж, я опять в книге адресуюсь. Так. Там пишут, что если не использовать вот эти нейронные связи от 20 до 30 лет, они, конечно же, как неиспользованные отмирают в таком же, в миллиардном количестве. Но движения души и психики таковы, что человек, ну, все равно сам себя ставит в те условия, которые вынуждают его задуматься, ну, пусть о росте личности, неважно, не в этих же словах, там, но задачи отношений, там, каких-то, да, или профессиональных вопросов. И поэтому люди сталкиваются с кризисом, начиная с 35 лет, вот этот кризис среднего возраста. Те, кто хорошо на себя поработал от 20 до 30 лет, они этот кризис лучше преодолевают, с меньшими потерями. А кто избегал выбора, ой, там еще интересные такие формулировки вычитала, часто пользовался заимствованным эго. Вы знаете, что это такое, Алексей? Даже боюсь предположить. Ну, только в качестве развлечения. Ну, например, если у меня проблемы на работе, и я привыкла каждый день всеми своими проблемами, не знаю, в обеденный перерыв, звонить своей маме, сестре, бабушке и рассказывать, какой у меня вот такой-сякой начальник, ужас ужасный. Я все время жалуюсь кому-то на свои трудности, но при этом я избегаю делать выводы о своем собственном поведении или избегаю даже возможности отметить какие-то свои успехи, ну, не только самобичеванием таким заниматься, и не перекладывать переживания своих эмоций на других. Вот когда вот это перекладывание слишком часто происходит у молодых людей, вот как раз там они вот этот момент, вот это поведение называют воспользоваться заимствованным эго. То есть заставить другого человека за меня попереживать, при этом выдать мне какой-нибудь еще совет, где я взяла этот совет и пошла использовать. Неважно, согласуется он с моей личностью или с моей ситуацией, в которой я сама изнутри варюсь, или не согласуется. Я иду, мне мама сказала, я иду и вот делаю так. Я слушаю вас, Елена, я понимаю, что сегодня, наверное, не знаю, из-за чего критически настроен, не в смысле критиковать, а в смысле попытаться внести ясность в то, что я слышу, ясности у меня не прибавляется, поэтому мне хочется возвращаться к каким-то вопросам. Нормально, обычно у нас вы запутываете наших телезрителей, сегодня я запутываю, так что вам предстоит распутать. Да, я пока оставлю в стороне заимствованное эго, первый раз слышу такое определение. Вот по поводу личности, вы озвучили одну из самых, на мой взгляд, устойчивых сейчас версий, но и не очень очевидных, не из позиции науки, я сейчас поясню о чем, да, не из позиции практики, что вы выстроили прямую связь, она безусловно есть, но вы выстроили прямую связь между нейронами и личностью. Все-таки, когда мы говорим о личности, мы говорим о неком нематериальном, что ли, субстрате, да, личность есть, но мы ее пощупать не можем. Мозг мы можем пощупать, нейроны, ну, условно пощупать, да, увидеть там в микроскоп с большим разрешением, но личность пощупать, увидеть непосредственно как данность какую-то мы не можем. Мы ее можем увидеть, ну, в кавычках, да, в проявлениях, во взаимодействиях друг с другом, то есть выстроить некое, ну, тут можно далеко уходить в происхождение слова «личность», да, которое сильно связано с маской, с личиной. У меня есть определенная информация по этому поводу. Одна из моих работ была связана с использованием вот этого… Научных работ. Да, я писал работу. Вот, если вернуться к личности, к росту личности, то есть мы вот с вами кружим вокруг одного и того же, да, рост личности, мне представляется, ну, я слышу рост, и я знаю, как растет дерево, то есть оно увеличивается в размерах, да. Когда я спросил о росте личности, это увеличение количества компетенции, увеличение количества нервных связей. Если человеку 50 лет, и количество нервных связей у него уменьшается, ну, наверное, оно как-то оптимизируется, если мы привязываемся к нервным связям. Можем ли мы сказать, что его личность растет, или личность может вырасти только там до 30, до 40, или, может быть, до 18 лет, да, тут масса каких-то вопросов. То есть я хочу сказать, что, может быть, мы с вами изобрели в такие категории, в которых сложно ориентироваться, а в психотерапии часто такое бывает, да, разговор. Я сейчас не говорю, кто из нас пациент, терапевт, но имитация вполне близкая. А мне как раз интересно, что мы сейчас, я как будто бы пациент, который, ну, пришел решить свои проблемы к психотерапевту. С ростом личности, например. Ну, я пришла с некой своей концепцией, которую я прочитала и уверовала. Ну, неважно, что я не уверовала, я считаю, что эта книжка не совсем подражает, но тем не менее. Вы хорошо сказали, в этом смысле мы каждый носим в себе какие-то полноценные или неполноценные, похожие на мозаичное, лоскутное какое-то одеяло, да, на некие построения. Если это, как вы сказали, заимствованное эго, то это скорее может быть, я немножко поиронизирую, но не ради иронии, а ради того, ради образа, да, то скорее может быть концепция впечатления о самом себе похожа на такого Франкенштейна, который состоит из нескольких заимствованных концепций, где-то демонтированных и встроенных в какую-то мою концепцию, да. Вот, и вы, да, я просто передаю слово, вы пришли вот с этой концепцией, да, с этим каким-то пониманием о самой себе. Да. Так, и говорить о росте личности. Ну, допустим, попробую войти в роль пациента, который озабочен ростом личности. Ну, пациентки. Я прочитала книгу, и там все так просто написано, что вот надо развивать нейронные связи, выбор, и происходит рост личности. При этом, мне кажется, у меня личность уже достаточно развита, все у меня хорошо, но у меня все плохо, у меня бессонница, я не могу выйти замуж, родить ребенка, и с начальником, со своим постоянно выясняю отношения, потому что он придурок или придуров. Придуров – это интересно. Не слышал тоже. Я думаю, что нам стоит сейчас согласовать ваше желание, сформулированное по поводу роста личности, и бессонницы, и всего прочего, что вы дальше. То есть, каким образом одно должно помочь от другого. Вы тоже здесь сейчас очень хорошо, ну, озвучиваете, симулируете, в хорошем смысле, да, создавая такую некую очень реалистичную симуляцию, как это звучит, да, вот человек заявляет, говорит, с порога, я пришел к вам там вырасти как личный. Хорошо, что вас беспокоит? Меня беспокоит бессонница, меня беспокоит, значит, то, что я, у меня нет партнера, я не в браке или там еще что-то, да, у меня трудности в отношениях с вышестоящими. Хорошо, я дальше задаю вопрос, а как одно с другим согласовано? То есть, это как будто изначально для меня два разных вопроса. Не очень понятный про рост личности, куда она должна вырасти, почему она должна вырасти. Вообще, я думаю, может быть… Вот это я не понимаю, я в соцсетях смотрю, все пишут про этот рост личности, как у них там что-то меняется, а мне кажется, я вообще самый адекватный человек на планете. А остальные все вот вокруг меня сумасшедшие. И все-таки стоит, может быть, это согласовать со второй частью того, с чем вы пришли, да? Ну, у меня не получается быть счастливой, наверное, это как-то связано с моей личностью. Может быть, мне нужен какой-то рост, но я пока сама не очень понимаю, что мне нужно подрастить внутри. А почему или в связи с чем вообще эта идея роста, она так симпатична вам? Ну, потому что она из каждого утюга сейчас звучит. Это прозаимствованное вот это эго, да? То, о чем вы говорили немножко раньше. Ну, то есть, чье-то мнение, вложенное в утюг, обладает? Ну, возможно, да, да. А что вы сама думаете об этом? Есть какое-то свое представление? Ну, тут тоже капкан. Я сам себе, задавая вам этот вопрос, сам себе ставлю такую галочку, что этот вопрос тоже капкан, да? Что значит думать, иметь свое мнение? Это свое мнение более услышанное из утюга раньше, чем вот то, с которым пришли, да? Оно же тоже свое мнение может быть из утюга. Не запутал? Вы меня запутали. Я вообще уже с какого-то момента не понимаю то, что вы мне говорите. Я чувствую, что я злюсь. И вот, наверное, мне сейчас пришла мысль в голову, что я, наверное, хотел бы научиться управлять своим гневом, потому что прямо сейчас мне хочется вас треснуть. И так со мной бывает часто, когда люди говорят непонятные слова или начальник предъявляет мне какие-то непонятные требования. Я чувствую, что у меня все внутри колотит, но я не могу проявить свои эмоции. Но потом вот над чем я не сплю и кручу, чтобы я могла сказать или что-то сделать, чтобы, не знаю, доказать свою позицию. Елена, что значит, можете ли вы пояснить, что значит управлять своими эмоциями? Ведь то, что вы меня не треснули в какой-то степени прямо сейчас, это управление своими эмоциями? То есть у вас есть желание, у вас есть, может быть, такая интенция, такое какое-то побуждение, но вы этого не сделали? Меня пугают мои фантазии, где я в подробностях представляю, как бы я могла это сделать. И это самые маленькие фантазии, потому что иногда они еще более ужасные, что я, наверное, ни одному человеку на Земле не смогла бы про них рассказать вслух, потому что про меня бы вообще не знаю, что подумали, что я сумасшедший. Я еще в роли? Хорошо у меня получается? Я думаю, что да. Я задумался в нашем таком экспресс-прессованном, внезапно возникшем разговоре, чем эти фантазии? Ну, вы сказали, да, они пугают тем, что о них кто-то может узнать? Меня пугает, что я в какой-то момент могу потерять контроль и сделать то, о чем я фантазирую. И это уже пойдет в разрез с Уголовным кодексом Российской Федерации. То есть вам как будто нужно как-то укрепиться в отношении своих собственных переживаний? Сложные вопросы вы задаете, доктор. Вы приносите интересную и достаточно сложную проблему. Личностно сложную. Я сейчас эту тоже продолжаю играть, потому что вот про сложности я же не могу сразу давать готовый ответ, хотя он у меня есть. Есть у вас ответ? Ну, конечно. А еще раз повторите вопрос, который вы мне задали. Я спросил, мне показалось, что я услышал, что вы хотите как-то укрепиться в отношении собственных эмоций, потому что вы сказали, иногда я думаю, что я могу не совладать со своими эмоциями и сделаю что-то, и потом будет уголовное или какое-то прочее наказание. То есть это звучало для меня так, я решил уточнить, что это что-то, эти эмоции будут настолько большими, что я не смогу с ними совладать. Да, я хотела бы вообще перестать так сильно чувствовать и испытывать злость и гнев, перестать расстраиваться или перестать обижаться, потому что люди меня часто обижают, но я не могу это показать в силу каких-то своих внутренних представлений о себе. Можно это назвать гордостью. То есть я настолько гордая, что я не могу дать понять даже другому человеку, потому что он меня обидел очень сильно. Как мне не чувствовать все это? Но при этом спать спокойно. Елена, мне, и так, если продолжать, да, мне услышалось сейчас, что есть две реальности, мы иногда к этому подходим, да. Я не могу это показать кому-то другому, ну, эти чувства, да, то есть рассказать. Я не хочу никому показывать свои чувства. Я не могу, и мне страшно внутри самой их обозревать, что ли, или видеть, что они есть. Это разные, даже разные пространства, да, ну, условно, внешнее, где я могу сказать, насколько я сердитый или еще что-то, и внутреннее, когда я замечаю свой гнев и пугаюсь, например, да, что, батюшки, сколько во мне гнева или сколько во мне… Я пугаюсь, наверное, не столько гнева, а тех мыслей, когда вот эти мои чувства атакуют мой мозг, и у меня рождаются вот эти разные фантазии в голове. То есть меня больше пугают вот эти фантазии, которые возникают от гнева. Ну, наверное, чтобы не было этих фантазий, я хочу избавиться от гнева и от прочих чувств. Так можно? Избавиться от гнева и от прочих чувств? Да. Могу я стать скалой и ничего не чувствовать? Боюсь, что нет. Не знаю, разочарует вас это или обрадует? Мне это расстраивает. Расстраивает. А чем? Ну, я пришла к вам на консультацию. Я думала, что я здесь получу волшебную таблетку, которая мне поможет, и я выйду отсюда обновленной, с ростом личности, и все в моей жизни будет хорошо. Ну, когда я сказал «нет», это не значит, что нет выхода. Я имел в виду, что тот вариант, о котором вы говорите, отсутствие чувств или избавление от чувств, он малореалистичен. Ну, у меня, по крайней мере, были бытовые истории какие-то неизвестны, где люди были бы без чувств. Или известны в описаниях, где это очень серьезная психическая патология, где люди не дают отчета о своих чувствах, не чувствуют, не переживают, и, в общем, остаются как будто абсолютно безразличными, различными, да, такими роботизированными. Но это очень выраженная психическая патология. Этим людям сложно жить в мире. У них там свои какие-то проблемы. – Предлагаю поставить на паузу до нашей следующей встречи. – Хорошо. – И обсудить с вами Алексея, ну, может быть, ту сценку, да, которую мы сейчас с вами разыграли. Мне кажется, ваши сложные вопросы, ну, про меня вымышленные, да, где я тут пыталась играть пациентку, они уже у меня формировали какие-то новые нейронные связи, потому что вы задавали сложные вопросы, вынуждающие меня задуматься, потому что у меня не было на них каких-то готовых ответов. – Я могу, в свою очередь, сказать, что, на мой взгляд, нам удалось сделать. Возможно, удалось сделать. По крайней мере, я бы к этому вернулся в процессе терапии, да, консультирования, или, может быть, в следующий раз. Один из важных для меня моментов – это то, что от абстракции, а все-таки рост личности для меня – это абстракция, да, подхваченная откуда-то, мы перешли к конкретике, конкретным вашим переживаниям, к ощущениям, к фантазиям, да, которые заполняют. И это, на мой взгляд, важный шаг. У нас он с вами произошел быстро, очень, ну, так часто или не часто бывает в кабинете, что он происходит очень медленно. То есть, и в определенном смысле можно понять, почему это происходит, потому что абстракция отгораживает или защищает человека от своих переживаний, ну, являясь, может быть, какой-то рационализацией по поводу, да, ну, то есть, я смогу совладать со своими чувствами, если я стану более совершенным человеком, ну, более прокаченным каким-то, да, если личность моя вырастет, куда нужно идти с ростом личности? Ну, к тем специалистам, которые подращивают личность, тем более... Опять же, да, вот вы говорите про абстракцию, и то, что звучит из каждого утюга, там тоже очень много абстракций, ну, вот очень много слов, где нет никакой конкретики. И, да, прочитав это, наверное, можно сделать вывод, что я сейчас в данном моменте своей жизни недостаточно хороша, мне надо стать совершенной. У меня родилась формулировка о том, что психотерапия и психологическое консультирование — это, ну, если позволите, искусство конкретного. Абстрактное там бывает, вы об этом в книжках прочитаете, но сейчас часто бывает, что там приводятся какие-то конкретные случаи, иногда люди их промахивают, ну, как это, к последней странице переходят, да, иногда читают, ну, как будто не про себя. Это всегда, на мой взгляд, это вот такая работа с конкретным, с каким-то переживанием. Это очень важный переход, да, важно начать говорить о себе. Может быть, потребуется не рост личности, а наоборот его, если эту метафору продолжать, с деревом или еще с чем-то, то, может быть, личность нужно не увеличивать, а как это, ограничить в чем-то, может быть, да, уменьшить. Ну, я согласна, что вот это слово «рост», оно, может быть, не всегда подходит, и его можно найти много синонимов по смыслу. Почему ты представил, вот вы говорили про дерево, там, или я сама нафантазировала про дерево? Я сказал про дерево. Представила фикус, пенджамин, который весной подрезают немножко с краев, чтобы он стал гуще, да, и вот прийти в кабинет к психотерапевту, немножко где-то почикать вокруг в своем поведении, ну, или в своих моделях поведения, чтобы внутри самого себя обогатить в процессе психотерапии, и уже пройдя какой-то путь, незаметно так обернуться и сказать, «А у меня рост личности, это вообще просто гигантский скачок произошел, пока я походил в кабинет к доктору». И вообще я бы еще сказал, что я вот сейчас вас слушаю и думаю, что слово «рост» дает очень много надежды, оно очень такое приятное, да, наверное, очень часто это слово встречается, оно такое очень человеческое, расти, растет ребенок, растет человек, растет благосостояние, растет, ну, то есть как будто это все должно расти. И в этом смысле, может быть, иногда приходится себя в чем-то ограничивать, то есть не расти бесконечно во всем, а хотя бы в мыслях эти ограничительные вещи для себя обдумать, чтобы достичь тех результатов, о котором вы говорили. Может быть, это не бесконечно. Еще одна метафора, короткая, потребление еды, да, если сравнить с тем, что бесконечное потребление должно помочь росту, то мы это с вами знаем в нашем не 18-летнем возрасте, что скорее нам нужно не потреблять много, а избирательно. И это способствует росту. Вот какая-то такая идея, такая метафора по поводу роста личности. Немного времени у нас до конца программы, вот тоже возвращаясь к той сценке, тоже пофантазируйте, какая перспектива, с чем могла бы вот такая пациентка дальше работать? Ну, я уже начал об этом говорить, наверное, с какими-то своими вопросами, и, наверное, в какой-то момент это хороший признак с вопросами отношений. То есть, когда для человека возникает в его запросе не только он сам, а еще кто-то другой, ну, может быть, психотерапевт его, может быть, вдруг там муж или жена, если нету, то другие люди, дети, родители, когда они появляются не просто как те, кто тиранят и недоступны, а те, о ком думают, о ком, может быть, хочется позаботиться, это, ну, еще один из шагов. Есть некоторое количество, ну, может быть, условных меток, да, условных тем, которые позволяют сориентироваться, что цель достижима, я бы так сказал. Как мы в прошлых программах говорили о том, как в кабинете появляется другой, да, то есть вот для пациента начинает проявляться психотерапевт, как человек тоже со своими какими-то чувствами, способами выстраивания отношений, переживаниями, какими-то трудностями. Это замечательная вещь, и я иногда обнаруживаю, что мои пациенты помогают мне сделать так, чтобы для психотерапевта тоже другой появился. Это не так, что это односторонний процесс. Они иногда заставляют и дожидаются. Перебью, у нас время вышло. Спасибо вам за сегодняшнюю интересную передачу. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам, что были с нами. Берегите себя, всего доброго. До свидания.